Если ваша организация на общем режиме, то при продаже товаров или услуг вы должны дать покупателю первичные документы. При продаже товаров есть два варианта. Первый – вы можете выставить покупателю комплект из двух документов – накладная торг-12 и счет-фактура. И второй вариант – вы можете выставить один документ УПД. Он заменяет комплект торг-12 и счет-фактуру. При продаже услуг тоже есть два варианта. Первый вариант – вы можете выставить покупателю комплект из двух документов – акт об оказании услуг и счет-фактуру. И второй вариант – вы можете выставить один документ УПД. Он заменяет комплект акт об оказании услуг и счет-фактуру. Если вы на упрощенке, то счет-фактуру выставлять необязательно. В этом случае при продаже товаров покупателю дают накладную торг 12, а при продаже услуг — акт об оказании услуг. Сначала создайте документ реализации товаров. Для этого зайдите в «Продажи», в «Реализацию акта накладной ОПД». Нажмите кнопку «Реализация» и выберите товары «Накладная ОПД». В документе «Реализация» выберите организацию, склад, покупателя и договор с покупателем. Затем заполните табличную часть. Нажмите «Добавить» и выберите из справочника номенклатуры нужные товары. Также можете воспользоваться кнопкой «Подбор». В этом случае вам будут видны остатки товаров на складе. В табличной части укажите количество и продажную цену товаров. Если вы на общем режиме, ставка НДС должна быть 20%. Обратите внимание на ссылку «НДС в сумме». Здесь указывают, входит ли НДС в продажную цену товара или нет. Если выбрать НДС в сумме, то НДС будет входить в цену товара. Если выбрать НДС сверху, то продажная цена будет указана без НДС. Итак, табличная часть заполнена. Теперь запишите и проведите документ. Чтобы создать счет-фактуру, нажмите внизу кнопку «Выписать счет-фактуру». После этого вместо кнопки появится номер и дата счет-фактуры. Если хотите посмотреть проводки по этой реализации, нажмите «Дебит-кредит». Как видите, документ реализации сформировал в учете проводки по реализации, начислению НДС и списанию себестоимости товаров. Чтобы распечатать документы, нажмите «Печать», выберите торг 12, нажмите «Печать» и еще раз «Печать». Чтобы сохранить печатную форму в виде файла, нажмите на дискету, укажите место на компьютере, отметьте галочками нужные форматы файла и нажмите «Сохранить». После этого распечатайте счет-фактуру, нажмите «Печать» и выберите счет-фактура. Здесь также нажмите «Печать» и еще раз «Печать». Чтобы сохранить печатную форму счет-фактуры в виде файла, нажмите на дискету, укажите место на компьютере, отметьте галочками нужные форматы файлов и нажмите сохранить. Сначала создайте документ реализации услуг. Для этого зайдите в «Продажи» в «Реализация акта накладной ОПД». Нажмите кнопку «Реализация» и выберите «Услуги акт ОПД». В документе «Реализации» выберите организацию, покупателя и договор с ним. Затем заполните табличную часть, нажмите «Добавить» и выберите из справочника номенклатуры нужные услуги. В табличной части укажите продажную цену услуги. Если вы на общем режиме, ставка НДС должна быть 20%. Обратите внимание на ссылку «НДС в сумме». Здесь указывают, входит ли НДС в продажную цену или нет. Если выбрать НДС в сумме, то НДС будет входить в цену услуги. Если выбрать НДС сверху, то цена будет указана без НДС. Итак, табличная часть заполнена. Теперь запишите и проведите документ. Чтобы создать счет-фактуру, нажмите внизу кнопку «Выписать счет-фактуру». После этого вместо кнопки появится номер и дата счет-фактуры. Если хотите посмотреть проводки по этой реализации, нажмите «Дебит-кредит». Как видите, документ реализации сформировал в учете проводки по реализации услуг и начислению НДС. Чтобы распечатать эти документы, нажмите «Печать» и выберите акт об оказании услуг. Нажмите «Печать» и еще раз «Печать». Чтобы сохранить печатную форму в виде файла, нажмите на дискету, укажите место на компьютере, отметьте галочками нужные форматы и нажмите «Сохранить». После этого распечатайте счет-фактуру. Нажмите «Печать» и выберите счет-фактура. Создайте документ реализации товаров или услуг точно так же, как в предыдущих примерах. Чтобы создать УПД, просто передвиньте вправо переключатель УПД. Он находится слева внизу. После этого запишите документ. При продаже товаров и при продаже услуг УПД формируют одинаково. Итак, универсальный передаточный документ сформирован. Чтобы его распечатать, нажмите «Печать», выберите универсальный передаточный документ УПД, нажмите «Печать» и еще раз «Печать». Чтобы сохранить печатную форму в виде файла, нажмите на дискету, выберите место на компьютере, отметьте галочками нужные форматы и нажмите «Сохранить». Если вы на упрощенке, счет-фактуру покупателю выставлять не нужно. Достаточно выставить накладную торг-12 при продаже товаров или акт при оказании услуг. Сначала создайте документ реализации товаров, так же, как в предыдущем примере. Обратите внимание, что при упрощенке в табличной части нет поля с указанием ставки и суммы НДС. После заполнения табличной части запишите и проведите документ. Чтобы распечатать накладную торг-12, нажмите «Печать», выберите товарная накладная торг-12, нажмите «Печать» и еще раз «Печать». При продаже услуг нажмите «Печать» и выберите акт об оказании услуг. Затем нажмите «Печать» и еще раз «Печать». Подведу итог. Если вы продаете товары или услуги, то покупателям нужно выставить первичные документы. Если вы на общем режиме, то при продаже товаров у вас есть выбор – выставить накладную торг-12 со счетом фактуры, либо УПД. При продаже услуг тоже есть два варианта – выставить акт со счетом фактурой, либо УПД. Если вы на упрощенке, достаточно выставить накладную торг-12 при продаже товаров или акт об оказании услуг при продаже услуг.